Музыка Как тебя зовут и что ты здесь продаешь, чем занимаешься? Привет, меня зовут Женя, я здесь, собственно, представляю одежду с росписями, обувь, часть мерча дизайнерского, собственно, сам я художник, занимаюсь росписями, помещений, одежды, как уже сказал, портреты на заказ и, собственно, пишу экспозиционные большие картины. Вот, на формате гаражной распродажи я впервые, в принципе, я ромарочный, я давно гость, вот, так что интересно и что-то новое, и познакомиться с людьми, и избавиться от чего-то излишнего. Меня Люба зовут, я студент, прохожу еще стажировку в этих компаниях, а сегодня здесь вещи продаю, которые мне просто в шкаф закупляют. Меня Марина зовут, я продаю здесь свои личные вещи, его вещи, то, что мы делаем с друзьями, и вещи моих подруг. То есть для того, чтобы заполнить, там, не знаю, свой ларюочек, я попросила подруг принести вещи, которыми они готовы расстаться, и предложить их кому-нибудь новому, вдохнуть новую жизнь, новые вещи, новых людей. Даша, Алена. Мы продаем вещи. В общем, я считаю, что любой вещи, и вообще, в принципе, дают второй шанс человеку, соответственно, вещам нужно тоже давать второй шанс. Это позволит не только сэкономить всем людям ресурсы на этой планете, но и, например, кто-то в поиске своего какого-то стиля, у какого-то человека он уже был давным-давно сформирован. И ты можешь немножко позаимствовать, немножко разбавить тем, тем за очень демократичные цены. Это как некий обмен энергии, которым мы и занимаемся. Я верю в то, что у нас, Даша, только положительная энергия, которую мы готовы давить или отдавать за какой-то бесценный. Меня зовут Никита Сергеев. Представляю свою мастерскую лакальную в Неве. Работаю с кожей, растительного дубления. Люблю изготавливать ремни. И не только. Меня зовут Таня Ким. Занимаюсь я, вообще, сотрудничаю с русскими дизайнерами и продаю, естественно, одежду русским дизайнерам. Меня зовут Даниэль. Я второй раз участвую на ферраже сей. Первый раз в кабеле, в сентябре, и сейчас вот здесь. Просто продаю себе какие-то вещи, которые у меня стали маленькие, но они очень классные. Меня зовут Соня. Я продаю ненужные вещи из шкафа, потому что в нем осталось мало места. Расскажите, как относитесь, в принципе, к идеям разумного потребления, перепродаж одежды, секонд-хендов? Ой, я только всеми руками и ногами за, потому что, ну, слишком много уже производства, слишком много покупок. Этот паст-мода, мне кажется, она ни к чему хорошему никогда не приведет. А вещи, которые напитаны энергетикой, когда есть возможность еще и познакомиться с хозяевами этой одежды, и это дорогого стоит, и гораздо дороже, чем пойти купить в магазине какую-нибудь вещь. Потому что ты получаешь вещь, ты получаешь историю, ты получаешь продолжение этой истории, и ты получаешь новых друзей. Однозначно. Приходите знакомиться. Если это глобально смотреть, то я как бы за это здорово, действительно, когда это конвертируется, когда вот эта шеренковая политика, круто, но сам я почему-то с детства не люблю меняться, и люблю, чтобы мое было мое изначально, ну, новенькое. Но вот я воспитываю это в себе, это очень по-европейски, это прогрессивно, так что да. Мне кажется, отличная идея, потому что вещи покупаются точно такие же, как в магазинах. Магазинам уже не нужно разжигать кучу одежды, которую они не могут продать у себя в сезон, и меньше людей используют в бедных странах, которым надо работать за гроши. Люблю покупать всякую ерунду, там нет собой. Отдел лежит с вещами, которые я купила. Эту кофту я купила тоже на гаражке. Прикольно, можно купить не из масс-маркета вещи, не самый basic. Одеваться как хочешь. Вещи, которые лежат у кого-то в шкафах. Зачем покупать новую, если можно такую же в хорошем состоянии позаимствовать у другого человека. И тем самым сэкономить на все, на нашей жизни вообще, на все. Я надеюсь, что это все будет развиваться, и люди не будут стесняться приходить и приносить какие-то свои вещи, чтобы помогать другим и самим себе. В целом, да, здорово. Потому что вчера взял рюкзак из Самарской области. Откуда-то, наверное, прошлого века весь порванный. Отдали мне его бесплатно. Я собираюсь его починить и использовать. Думаю, вторая – жить вещам, и это очень хорошо. Я отношусь в любом случае положительно, потому что это доступно, в первую очередь. То есть не у всех людей сейчас, к сожалению, в нашем мире, особенно в России, есть какие-то огромные средства, чтобы покупать одежду. Но если это, конечно, не шапоголик, да, то шапоголики всегда найдут. Это как наркотик. Здесь, на таких маркетах, можно найти то, чего ты очень давно искал совершенно неожиданным образом для себя. То есть начиная от обычной одежды и заканчивая книгами и пластинками. Вот у ребят там классные пластинки, кстати. Этому место должно быть всегда. И я считаю, что это нужно проводить не раз в месяц, как проводится, а лучше два раза. Я думаю, это будет прекрасно. Мне кажется, что это достаточно хорошая идея. Если вещь хорошая и качественная, то есть не такая, которую уже можно дать в церковь или в публике «Спасибо», ее можно хорошо продать. Ну, то есть если она тебе разнодравилась, но тем не менее она имеет какую-то ценность, она может принести радость кому-то другому человеку. Сама я тоже как-то приобретала такие вещи, но нечасто. И стараюсь, если что-то такое в секондах, то именно верхняя какая-то одежда пишет такое. Это прекрасно, потому что это помогает экологии, это помогает нам, потому что мы можем приобретать хорошие вещи за небольшие деньги. И нету переизбывка товаров в наших домах. Как ты относишься к дизайнерской одежде? На самом деле для меня дизайнерская не суть. Не суть бренда, не суть марки, не суть изготовителя. Главное, чтобы она здорово выглядела. Если дизайнерская закладывает в себя это понятие, если это бренд и накрученная необходимость, я... Это потрясающе, это полет фантазии, это, опять же, ответ массовости, ответ какой-то уникальности, самости. Я очень люблю вещи Cats Productions Наташи Мелентьевой. Она укладывает просто такую женскую, такую мягкую энергетику в свои вещи, обязательно натуральные материалы и все. Люблю необычный крой дизайнеров, потому что они обычно экспериментируют, и эти эксперименты всегда могут приводить к очень интересным оборотам судьбы. Есть интересные магазины. Вот там вот, например, юбка очень клевая, висит, сейчас на нее смотрю. Но у некоторых не очень нравится, потому что вещи простенькие и достаточно. Вот там, где видно, что дизайнер сильно поработал, потрудился, материалы красивые подобрал, сшито все аккуратно. Очень хорошие вещи, мне кажется. Сама покупаешь что-нибудь дизайнерское, бывает? Порой могу себя чем-нибудь побаловать, если денег хватает. Или если что-то очень сильно понравится. Почему-то у петербургских дизайнеров есть какое-то небольшое завышение цены и качества, которое они предоставляют. Но это зачастую так, а так почему бы и нет. Единственное, сейчас все занимаются одеждой, и вот это уже немножко резонирует с разумным потреблением, потому что все поголовно стали заниматься одеждой. Посмотрите, сколько ее еще везде носить, не переносить. Зачем новую делать? Интересно, интересно. Все пытаются что-то выдумать. И забавно смотреть на то, что получается. Хотя слово «добавно», наверное, ну, в общем, молодцы все. Я сама создаю одежду. Все, что ко мне приходит, это приходит во сне. То есть все, что я создаю, это целая история. То есть это не просто одежда. А у каждой представленной модели, которую я представляю, обычно есть история, и я ее с удовольствием людям рассказываю. Вот, а вообще сама для себя я не отношу себя к определенной там категории русских дизайнеров, либо пусть это будет масс-маркет, да. Я ищу то, что интересно и то, что необычно. Когда я прихожу обычно в магазин или даже в second hand, меня спрашивают обычно продавцы, что бы вы хотели сегодня, например, увидеть. И я обычно на это отвечаю. Я всегда ищу что-то сверхъестественное. Ну вот сейчас уже. Вот, если я это нахожу, то я это покупаю. А если я не нахожу, то покупать не буду. Вообще я стараюсь покупать, если в масс-маркете, то какие-то вещи, которые более базовые, чтобы, не знаю, не пройти по улице и не видеть такую же вещь на себе. Вот, и мне кажется, для этого существуют дизайнерские магазины, различные шоу-румы, и там как раз-таки можно найти разные и редкие вещи, и вряд ли у других людей надо будет, да. Ну, вряд ли ты найдешь, чтобы еще угодно. Ну, можно, конечно, но редко. Вот, и мне очень нравятся дизайнерские вещи. Здесь очень классно. Дизайнерская одежда, конечно, это интересно. Я только начинаю интересоваться всей этой темой. Я бы хотела для начала расчистить свой шкаф, чтобы больше узнать о дизайнерах нашего города. Я не знаю, не знаю, не знаю. Бывал ли ты на подобных мероприятиях в других, в других городах, может быть, в других странах? Как это выглядит там? Может быть, что-то лучше, что-то хуже? Что можно здесь улучшить? Ну, в Санкт-Петербурге я был на двух мероприятиях подобных ярмарочных. Здорово. Но каждый раз приходится как-то лавировать с форматом, потому что где-то заходит мерч, где-то нужны вещи, где-то нужен интерактив какой-то выставлялся. До этого я в Ростове-на-Дону, я там, собственно, жил. Там подобные мероприятия есть, там это все динамичнее выглядит. То есть там больше декораций, больше антуража и повеселее музыка, честно говоря. Один глаз уже спит. Вот, так что нужны динамики, как по мне. На самом деле в Европе, например, многие рассказывают о бархолках Европы, но я не была там ни разу. Вот подобного рода мероприятия я любила раньше быть просто как посетитель, но сейчас это мое второе участие в гараж-целе, как именно, ну, как участник, да? Не как посетитель, а как участник. И я в восторге, потому что есть возможность, во-первых, свои вещи, которым еще и отдать кому-то жалко, и подарить как-то еще не готов. Но, не знаю, возможность поменяться с кем-то. То есть не обязательно продавать, можно меняться. И я только в этом делаю первые шаги. Ну, на каких-то гараж-целах, по масштабу даже этого я не была. Но, когда в Риге у родственников отдыхало, у них в некотором поселении, которое еще не дотягивает до города, каждые выходные какие-нибудь тетушки, просто женщины, мужчины, кто хочет, вытаскивают свои вещи, продают их там за пол евро-евро. Я там себе очень клевый халат купила с драконом на всю спину. За пол евро так рада этому. Я бывала на различных барахолках в Европе. Там они были не только для одежды, а для разного типа товаров. В Питере я была на гараж-сейле в этажах. Но мне не очень понравилось, потому что слишком большие цены, больше, чем здесь. Вещи менее интересные. Неделю назад я была на дресс-кроссинге, тоже посвященном этой теме. Это было замечательно. Я избавилась от 12 своих вещей. Приобрела 10 замечательных, которые я сейчас ношу. Так что дресс-кроссинг это круто. Ну и вот я пришла сюда, чтобы попробовать, как они. Я сама организовывала подобное мероприятие в другом совсем городе. Но единственное, у нас не было оплаты. Люди приходили и менялись вещами вообще просто бесплатно. Или просто забирали свое. Это, конечно, не очень выгодно, наверное, потому что здесь все равно люди хотят хотя бы что-то заработать. А с другой стороны, вот это максимально разумное употребление. То есть мы просто все приходим, собираемся и меняемся обещаемо. И также я была на предыдущем маркете «Все в кабеле», который, на мой взгляд, прошел гораздо круче, качественнее, лучше, было больше людей. Понятно, что все это обусловлено геолокацией, но, тем не менее, здесь тоже классно. Спасибо организаторам за это. Возможно. В Петербурге стараюсь участвовать в подобных мероприятиях, в маркетах, в сейлах. Но это, мне кажется, хорошая возможность для начинающихся дизайнеров и вообще людей, которые что-то изготавливают. Я бывала на подобных мероприятиях в Берлине. И, конечно, там уровень, скажем, ну, такое ощущение у меня было, что я оказалась в 70-х годах где-то. Это немного такое, я не назову это хипстерством, это больше относится к хиппи. Еще участвуют ребята, которые выступают там с музыкой, с едой, и это намного интереснее. И, ну, хочется остаться, когда всегда хочется на таких мероприятиях оставаться, как нам, намного дольше, потому что ты встречаешь большое количество интересных людей, и ты это вот заряжаешься. Ну, я вот заряжаюсь очень. Я даже участвую не ради денег здесь, а ради того, чтобы быть, чтобы находить какие-то новые впечатления здесь. Редактор субтитров А.Семкин